упущение разработчиков геншин импакте часть 2 ну вот мы вернулись к привычному формату надеюсь это видео вам зайдет и приятного просмотра тут нужны изменения номер один когда-то давно когда и не я и не вы баннеры выходили по одному первый привычный нам два в одном баннер вышел лишь в обновлении 2.3 спустя больше года существования игры до этого момента была только механика 50 на посредством который можно благополучно получить стандартную лягу вместо желаемой то же самое было с оружием и это было прекрасно тогда мы могли получить либо прикольно классная классно прикольно нужное ивентовое оружие либо скорее всего ненужное стандартная 3 варианта просто не было а сейчас когда баннеров выходит по 2 ситуация на рынке акции оружия кардинально изменилась основным отличием является то что теперь помимо ненужного стандартного оружия мы можем выбить ненужное легендарное говоря проще шанс на то что мы получим желаемую лягу из оружейного баннера порезали с 50 до 33 процентов и тут запахло упущением взамен кстати разрабы добавили путь воплощения который гарантирует желаемую легендарную пушку с 3 попытки подтверждая тем самым шанс получения в 33 целых и процента на мой скромный взгляд куда резоннее было бы уподобить оружейный и ивентовый баннеры то есть просто добавить 2 оружейный тут нужны изменения номер два еще одним упущением на мой взгляд является опыт персонажа получить который кроме как из книжек фактически никак нельзя мы можем заработать опыт за убийство мобов и боссов но его настолько мало что никто не пользуется этой возможностью в этом и заключается упущение персонажей выходит очень много постоянно проводятся рераны и мы систематически обновляем свой список персонажей новыми легами и эпиками а книжек опыта несоизмеримо мало и зачастую просто не хватает чтобы прокачать всех персонажей которых мы хотим нам приходится либо ждать ивентов промокодов и нового боевого пропуска либо идти фармить артерии земли теряя драгоценную смолу примерно такая же ситуация сложилась с морой в игре она нужна буквально для всего для возвышения персонажей прокачки талантов оружие и крафта и логично что ее нужно очень много настолько много что даже с учетом ивентов и постепенно выходящей сюжетки моры зачастую не хватает и тут опять встает выбор между ожиданием нового контента и фармом артерии земли хотя куда проще на мой взгляд было бы пофармить споты мобов конечно если бы награды за кошмаринг противников были больше желательно гораздо больше тут нужны изменения номер три раз уж мы заговорили о баннерах я думаю логично будет затронуть тему игровых персонажей тут разработчики разошлись не на шутку и не выпустили несколько ну очень классных персонажей первым представителем таковых по праву можно назвать номер восемь из предвестников фату и эки эй алую ведьму эки эй синьору я кстати вот сейчас задумался и меня не отпускает мысль о том что все фату и просто обожают придумывать себе странные имена у тартали их минимум три у странника тоже много да и синьора как мы видим отличилась вдаваться в подробности я не хочу поэтому просто возвращаемся к теме видео и следующий лот в нашем списочке не выпущенных клэк это кошматор ордена бездны вот его по моим наблюдениям комьюнити хочет увидеть в особенности и чем скорее тем лучше она впрочем не удивительно такой достатный мужчина будем честны мне бы тоже хотелось увидеть его геймплей как играется персонаж у которого нет глаза бога подводя итоги этого пункта мне кажется что эти персонажи еще выйдут но есть возможность повторить ситуацию с байджу а именно перетянуть с выпуском а на выходе дать средненького саппорта который зайдет далеко не всем ожидающим тут нужны изменения номер четыре я думаю многие заметили что гео персонажей не так уж и много связано это скорее всего с тем что они не пользуются огромной популярностью у игроков из-за отсутствия реакции помимо кристаллизации и тут возникает вопрос касательно позиционирования и представления персонажей думаю если бы хайверсы добавили больше возможностей для гео персонажей и выпустили новых легендарок этой стихии популярность гео точно возросла ведь мне кажется не совсем честным тот факт что очень интересные персонажи стилистически и по характеру вроде это и альбедо остаются незамеченными большинством игроков при этом они отлично справляются с любым контентом в игре и даже в бездне чувствуют себя очень вольготно поэтому если вам представится возможность обязательно попробуйте собрать гео мечту лично я к примеру уже давненько жду альбедо и джун ли а помогает мне в этом геншин джоуп самый вкусный сайт с примагемами и лунами выводы происходят через каута щоп официального партнера геншина не вкусно ждать так и не пробуй выводы моментальные также на сайте тебя ждет море халявы вкусные конкурсы раздачи несколько видов бесплатных кейсов так что даже деньги трать не обязательно залетай с тебя йоги с них альпримагемы ни одного случая бана или списания сам пользуюсь ссылочка где в описании и но по промокоду то зато 30 30 процентов к пополнению тут нужны изменения номер пять на самом деле то о чем сейчас пойдет речь уже стало каким-то мемом в нашем с вами любимом комьюнити геншина если говорить кратко мы не видели королеву физиолу уже полтора года ну а если это на оценку и говорить более развернуто очень странный выбор персонажей в некоторых баннерах так к примеру в обновлении 3.5 мы увидели дэхио которая вот-вот должна была перейти в стандартный баннер пожалуй напомню что все об этом на тот момент уже знали и крутить ее хотели единицы ну а вторым персонажем в этом обновлении был сайна который не обрел особой популярности у игроков даже во время своего первого баннера полгода назад а с другой стороны эолы и кли которые ждут своей очереди на мой взгляд уже слишком долго при этом как и вола так и кли пользуются куда большей популярностью у игроков еще стоит упомянуть огромную любовь разрабов и ими и ири раны происходит уж слишком часто последнее время она была в 2.8 потом вернулась спустя два месяца в 3.2 и дав передохнуть игрокам полгода появилась в 3.7 и я уже который раз передаю привет мэнерам эолы ребята держитесь вы не забыты тут нужны изменения номер 6 предлагаю рассматривать то о чем сейчас пойдет речь как бонус и мое субъективное мнение начну с того что люди в геншине делятся на два типа те кто просто обожают ивенты и те кто эти ивенты просто ненавидят я пожалуй отношусь к первому типу больше мне искренне нравятся бои жуков всякие пазлы а когда дают собрать отряд из лег которых у меня нет я просто ликую но есть одно но и это диалоги в незначительных ивентах я искренне не знаю почему разработчики решили что нам нужен огромный бэкграунд и предыстория перед тем как отправиться собирать мозаики или играть в прятки конечно если разговор идет о крупном ивенте который раскроет для нас одного из персонажей например диалоги необходимы но хотя бы в мелких ивентах я очень прошу разрешите разочек нажать кнопку скипа диалогов тут нужны изменения номер 7 последний на сегодня недоработкой резонно можно назвать отсутствие в игре самой хорошей приятной и доброй рубрики всего тайвата и не только комментарий который мне понравился выбрать один было трудно поэтому вот вам несколько огромное вам спасибо за комментарий и за то что досмотрели это видео до конца поэтому вот вам еще одно упущение которое я придумал буквально только что а именно отсутствие в крайней степени несправедливое между прочим в игре баннера с каждым из вас но тогда бы мне точно не хватило примагемов потому что я бы крутил нон-стопом без остановок лет что ну и все всем пока